Далеко не каждый день случается момент, когда вам дарят компьютер. Пусть даже и довольно старый, но рабочий ли? Вот это мне и предстояло выяснить. Вообще, довольно удивительно, что оказываются люди, готовые вот так просто отдать полезную и довольно нужную вещь. Но как бы то ни было, время идет, техника стареет и отправляется в утиль. Но мне бы хотелось продлить жизнь этой машинки еще на некоторый срок. Не для себя, конечно. Посмотрим, оценим, проапгрейдим там, что возможно, и подарим тому, кому этот компьютер еще сможет послужить. Итак, вот он наш королевский системный блок, родом из конца нулевых. Старый, конечно, но еще вполне неплохой, если его внутренняя начинка не совсем устарела. Типичный белый корпус системников более чем десятилетней давности не внушает оптимизм, но надпись Intel Core 2 Duo уже позволяет понять на основе какого процессора он был изготовлен. Хорошо, что здесь не Pentium 4, двухъядерный процессор еще куда не шло. Совершенно бесполезный приемный для дискет и два USB на передней панели. Задняя панель заляпана чем-то непонятным, но это мы постараемся отмыть. Стандартные разъемы материнской платы и даже невстроенная видеокарта. Правда, качество ее вряд ли позволит нам оставить ее в работе. Этот элемент явно под замену. Открываем боковую крышку и видим... Да ничего кардинально интересного мы не видим. Весь внутренний отсек, как и подобает, содержит большое количество пыль. Однако ее не так много, как можно было бы ожидать. Видно, что за компьютером следили и последний раз чистили где-то год назад. А может и меньше. Что первое бросается в глаза, отвалившийся от процессора кулер. Видимо, в процессе перевозки крепления не выдержали, но вроде не сломались. Запасные у меня есть, так что этот вопрос мы решим. Батарейка питания биоса сразу под замену. Видеокарта здесь стоит ужасно устаревшая NX7300GS с 256 мегабайтами памяти. Страшно даже пытаться что-либо запускать на ней сегодня. Разве только что-нибудь очень нетребовательное. Этот элемент придется заменить. Оперативной памяти здесь целых две планки DDR2 по 1 гигабайту, ибо большую материнскую плату просто не поставишь. Было бы 4 слота, не составило бы проблем добавить еще. Но нам такой халявы не предоставили. Так что оперативную память тоже придется заменить на что-нибудь более емкое. Благо на авито сегодня можно встретить планки на 2,4 гигабайта и уложиться в 1000 рублей. В качестве системных накопителей, которые я заранее снял и почистил, здесь стояло целых три жестких диска. Один на шине ED и два SATA. Однако было много личной информации предыдущего обладателя, что я решил не удалять, а вернуть перезаписав на один из дисков. Таким образом, у нас осталось всего 2 HD, емкостью 120 и 500 гигабайт. Ну и самое главное, блок питания. Здесь он представлен моделью PowerMan мощностью в 350 ватт, но на деле по 12 вольтовой линии он выдает всего 216 ватт. А это очень мало по меркам нормального современного компьютера, что не даст нам возможности поставить сюда ничего выше модели среднего игрового уровня 5-10 летней давности, с энергопотреблением менее 100 ватт. А таких видеокарт не так уж и много. В противном случае блок просто сгорит и может спалить систему. Благо, здесь должен стоять обычный Core 2 Duo, а они не потребляют более 65 ватт, что дает нам немного запасов мощности. Правда смысла ставить к нему что-то мощнее, чем он способен вытянуть, также нет. Первое, что предстояло сделать – провести большую чистку внутренних узлов системного блока. А пыли здесь скопилось достаточно немало, поэтому пылесос в руки и вперед. Избавимся и от USB-расширителя и вынем материнскую плату, вместе со всем содержимым. Итак, вот она – обычная низкобюджетная материнская плата. Здесь даже присутствует старый ID-разъем для подключения жестких дисков, ну и неплохие 4 SATA, куда мы все и подключим. Снимаем кулер, висящий лишь на двух креплениях, и видим обильно намазанную термопасту. Предыдущий владелец явно не поскупился. Ну что же, будем стирать. Итак, кулер и процессор очищены, и что мы видим? Intel Core 2 Duo E6750 для сокета LGA775. Судя по каталогу, это один из топовых процессоров линейки, выполненных по 65-нм технологии, подходящих даже для небольшого разгона. Но это мы проверим потом. Удивительно, но крепления на процессорном кулере оказались целы. Они всего лишь вылетели из пазов. Хороший знак. Можно приступать к сборке. Первонаперво поставим новую батарейку питания BIOS. Термопасту же будем использовать известную многим сборщикам китайскую GD900. По отзывам многих и тестам в сети, данная термопаста по своим характеристикам уступает только знаменитой MX-4, зато по цене оказывается намного выгоднее. Ну что же, проверим. Аккуратно размажем ее по поверхности кулера. В данном случае лучше начать именно с него, ведь теплоотводящая площадка у него значительно меньше, чем площадь самого процессора, из-за чего намазать термопасту на чип нет никакого смысла. Собираем общую конструкцию и защелкиваем крепежи. Да уж, на AMD этот процесс во много раз проще. Возвращаем на место вентилятор и приступаем к дальнейшему осмотру и чистке компьютерных элементов. Блок питания, как и ожидалось, содержит в себе много скомгавшейся пыли. Ну и пора оставить все на место. Но прежде, вернем в вентилятору видеокарты его былую активность. Судя по всему, он уже давно не подает признаков жизни и нуждается в смазке. Ставим все на место и попробуем включить. На удивление, система даже заработала. Неплохое начало. Можно даже зайти в BIOS и посмотреть имеющиеся конфигурации компьютера. Ну что же, первый этап на этом завершен. Компьютер в полностью рабочем состоянии. Осталось только сделать ему небольшой или большой апгрейд, а это уже как получится. Ну а в дальнейшем найти для него нового владельца. Все это мы сделаем в следующем выпуске. Всем пока!